Ну, послушай, ёпта, возможно, у нас проблемы были. Ну, Лайнел, не надо уже, Лайнел, ну, соберись, ёпта, блядь. Ну, может быть... Я тебе ещё раз говорю. Ну, может быть, ты разыгрываешь меня? Ну, не можешь же ты за другого мужика сейчас, ёмой, выйти, ёпта. Чё за хуйня, блядь, мы же с тобой тусили, ёбаный. Ну, Лайнел, послушай, ну, я же рассказал тебе про Джозефа и... Ты Джозефа, что ли? Да, Джозеф. Ну, ты с ним познакомилась задолго до похищения? Да, мы решили уехать из города, но я не могла бросить тебя без денег. Так, я поговорил с Джозефом, что можем разыграть сисишку, блядь, и бабло вернуть тебе нахуй, Лайнел. Ну, пойми, ёбаный пень. Неужели ты думаешь, что я возьму эти деньги? Ты не понимаешь. Я не могу оставить тебя без гроша. Мы же помогали друг другу всегда. Ну, мне кажется, это ты всё забыла? Мы близкие люди, а ты почему-то решила отступиться от меня деньгами? Нет. Ты... мы... Что ты, блядь? Я... моя жена, блядь, не любит меня, это же невозможно, блядь. Ты решила заплатить за свободу, что ли? Тебе не кажется, что я прав, блядь? А? Иди сюда, блядь. Лайнел, прекрати. Идём сюда. Встань сюда. Ты вступила в круг правды. Я хочу услышать правду. Не надо лгать. Ты должна сказать правду. Лайнел, не надо. Посмотри на меня. Ты стоишь в круге правды, ёбта, блядь. Говори нахрен. Ты хочешь расстаться? Ты не любишь меня. Теперь ты любишь другого самса, ёбаный пень. Жену... Его зовут Джозеф, да? Да, да. Джозеф, да. На тебя придётся смириться. Смириться с этим? Ты чё, совсем, блядь? Я не смирюсь с этим. Поняла нахрен, блядь? Мне жена нахуй ходит к другому. А я должен это просто принять к сведению, блядь? Ты чё, совсем охуел? Не от ушки, блядь. Это исключено, блядь. Я не отрицаю, что я тоже накосячил. Я далёк от совершенства и всё такое. У меня были романы с другими бабами, блядь. Но я любил только тебя. Это истина. Я дорожу твоей любовью. Больше, чем своей любовью. Даже после развода я всё ещё любил тебя. Но... Потом произошёл перемены. Всё изменилось, блядь. Я очнулась, как после... И любовь прошла. Воспоминания перестали меня мучить. И я поняла, что... Что я не люблю тебя больше. Привет, братан. Я знаю, что как бы поздновато пришёл. Но ничего, заходи. Я тут Иден, как бы... Слушай... Я о Сантане хочу поговорить. Как она? Ну, нормально. Но как бы... Есть ещё симптомы после наркоты. Но на спад идут. Ну и хорошо туда. Слушай, Круз, братан, ё-моё. Ну, она морально сейчас подавлена. Надо как-то ситуацию всю уладить нахрен. Ну, надо как бы... Помочь её, ёпта. Я не для того, чтобы просто... От тебя что-то требовать. Я хочу, что разумно было бы... Помочь. Ну, просто сходи к ней, ёбаный пень. Мы оба знаем, что Джин и Кейт... Сантану, блядь... Подставили нахрен. Они наркотупа. Послушай, Ник. Но у нас доказательств нет. Вот. Ты можешь посмотреть. Вот нахрен, что тут есть. Сколько вокруг этой Джины можно хуйней заниматься, блядь? Пиздец. Не легче ли её послать нахрен просто, блядь? Чё за хуйня, блядь? Эт, чё за баба, блядь? Чё за фима, нахрен? Велкам. Она похожа на меня. Да не похожа ни хрена она на тебя, блядь, нахрен. Вспомни путешествие в Зазеркалье. Мистер Кэпфолл, я рада вас видеть. Добрый вечер. Миссис Армонти? Да-да. Мисс Уэнрайт? Да, приятно. Мистер Тимманс? Добрый вечер. Спасибо. Теперь у меня появится много новых друзей? Да. А вот Джина, да? Да. Но для вас, миссис Кэпфолл. А почему вы такие выёбистые здесь? Мэйсон уговорил меня, блядь. Так бы я бы не приходил, он хотел пошутить надо мной. Это в его стиле, блядь. Мэйсон не шутник, он выполняет миссию серьёзную. Чё вы нафиг? Возможно. Вы не понимаете? Насколько это важно для вас, Джина? Это ваш последний шанс на спасение? Это последний шанс на новую жизнь. Кто сказал, что я плохо живу, ёпта, у меня всё заебись, ёпта, блядь. Это неправда. Вы очень подавлены. Прежде вы не раз принимали неверные решения. Но вы можете изменить свой лайф. Надеюсь, вы воспользуетесь этим шансом? Нихуя себе, блядь. Ну, такие вот дела, ёбаные, пень братанных. Видишь, нахрен, что там в документах, блядь. Всё ещё больше доказательств будет. Всё заебенно, братан. Здесь всё заебись. Есть доказуха, есть всё нормально, блядь. О чём я тебе говорю, братан, нахуй. Всё заебись, блядь. Там эти капсулы, короче, похожие на капсулы от аллергии. А на деле там наркота, ёпта, блядь. Да, это уже ближе к правде, нахрен. Там капсулы наполнения и наркотой, ёпта. Это Джина могла сделать. А Кейт просто как бы помогал ей, арестовав Сантана. Может, надо наказать их за это, ёбаные, пень, блядь. Конечно, надо наказать. Они наркоту подсунули, блядь. Я рад, что ты хочешь помочь, нахуй. Мы поможем ей, ё-моё, братан. Всё заебись будет. Я надеюсь, что мы действительно сможем это сделать, братуха. Надо добраться до них. Я тебе ещё раз говорю, блядь, нахуй. Они поменяли таблетки, порошок засунули в капсулу и сделали так, что это якобы. Да-да, заебись, конечно. Конечно, надо наказать этих обоих, блядь. Я повидаю Сантана сегодня. Ну, слушай, я не знаю, что сказать нахрен, блядь. Как нахрен, блядь, вообще на это реагировать, блядь? Чё за хуйня? Какого хуя, блядь? Ну, слушай, блядь, Августа, братан. Ну, я не могу понять, блядь. Какого хрена ты, блядь, нахуй, к другому ушла, блядь? Чё, совсем охуяло? Ну, пойми. У меня любовь с ним, пойми. Просто у нас отношения наши уже с тобой закончились. Ну, другой мужик у меня сейчас, пойми, блядь. Да какое нахрен? Ну, не может так просто быть, нахуй, что вот такая хуйня произошла. Я знаю, что ты хочешь со мной быть, блядь. Ну, я не могу понять, почему ты к другому уходишь. Ты совсем, что ли, ебанулась, блядь? Ну, я же тебя лучше всех знаю, баба, нахуй. Соберись, ёбаный пень, блядь. Ну, мы же с тобой вместе, ё-моё, тусим, блядь. Ну, вместе тусовать можем, затусить, блядь. Ну, давай, возвращайся ко мне, ёбаный пень. Я лучше для тебя, нахуй. Ну, я самый крутой, нахуй, пониже, это ёбаный пень. Давай вместе, возвращайся ко мне, блядь. Ну, ко мне, иди, ёбаный пень, Амгуста, блядь. Ну, чё ты там, блядь, хуйня занимаешься, блядь. Ну, ты же должна со мной тусить, блядь. Нахрен ты к другому идёшь? Да забей ты хрен на него, ко мне тусуй назад, блядь. Ну, вместе потусим. Ты моя баба, нахуй, охуенная сексуальная, блядь. Супер баба? Ну, пойми, Лайнел, я другого люблю, блядь. Да не, 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 не любишь ты никого. Я ещё раз тебе повторю, что ты меня хочешь, нахуй. Я для тебя единственный мужик, блядь. И мы с тобой вместе затусим так, что охуенно будет, блядь. Весь мир охуеет от наших с тобой отношений. Бабёнка ты моя, нахрен, блядь. Охуенная Амгуста, бабуха ты моя, блядь. Ну, камон, блядь, туси со мной, блядь. Охуела. Ты же со мной можешь затусить, ёбаный. Ну, давай, возвращайся, нахрен. Ну, пойми, Лайнел, я с другим хочу быть. Да хватит тебе, нахрен. Я не могу, нахрен, с тобой быть. Да чё ты пиздишь, скажи, нахрен. Ну, не могу, блядь. С тобой заебись, а? Слушай, чё тут, блядь? Ты Джозеф, что ли, нахрен, блядь? Да. Я хочу разобраться, но чё за хуйня, блядь? Лайнел, прекрати, мы уже всё разобрали с тобой. Слушай, подожди, мы с тобой ещё не разъяснили ничего. Ты чё думаешь, что я просто так, нахрен, позволю тебе уйти с другим, нахрен? Ты чё, охуела, ты ошибаешься, блядь? Ну, послушай, ну... Ну, Лайнел, ну пойми, я с другим сейчас, блядь, ну... Ну, со мной, как бы... Остановись. Всё кончено. Разве ты это не понимаешь? Да. Мэйсон, где ты её нашёл? Поместил объявление в газетах вместе с моей фотографией? Я познакомился с людей совершенно случайно. Какая невинная отговорка, Мэйсон? Это шутка из области чёрного юмора? Ну как, Джина, нахрен? Я был убеждён, что ты будешь, как бы... Ты ошибся в этом. Кто это? Слушай, Джина, это твоя родственница, что ли? Где ты её раньше держал? Не смеши меня. Я не знакома с этой бабой, нахрен. Надеюсь, это была первая и последняя встреча с ней. Ты уверена? Вы удивительно похуже, блядь. Хейли, моя единственная родственница. Внешнее сходство – это всего лишь совпадение, Батон. Первое, к счастью, последнее. Что ты имеешь в виду? Она добрая женщина. Незаурядная баба. А ты... Очень смешно, Мэйсон. Да, это была шутка. Батон, что ты думаешь об этом всём, нахрен? Понравилась Лили? Да, она произвела на меня впечатление. Батон, я бы то... Ты предлагал мне поселиться в твоём домике, нахрен. Твоё предложение в селище? Конечно, Мэйсон. Я принимаю твоё предложение. Но я возьму с собой Лили. Ничего не понимаю. Я негде жить. Восникает беспрецедентная ситуация. Духовный лидер как бы делит ложу со своим учеником. Вы рискуете? А что, если узнают об этом люди? Батон, Лили поживёт в домике для гостей? Да? Думаю, Мэри бы не стала возражать. Лили может остановиться в отеле. Но мне будет спокойнее, если она поживёт у нас. Как бы, это будет лучше. Ну, Мэйсон, я никак не могу поверить в то, что набожность и праведность как бы в тебя вселились. Батон, тебе не нравится путь, выбранный мною? Твоя знакомая может установиться в домике для гостей. Спасибо. Я очень рад. Извините. Мэйсон? Мистер Тиммонс запрещает мне проводить этот приём. Что? Но у вас нет разрешения, которое должно быть получено, если число участников превышает 25 человек. Сегодня днём я заходил в мэрию и наладил все формальности. Ну, теперь местные власти не могут наложить запрет на проведение собраний. Поэтому я предлагаю занять свои места и через несколько минут мы не начнем. Да-да, как же, блин. Слушай. А чё ты такая, Джина, такая, блин? Дорогушь, ёпта. Я ничего не боюсь, нахрен, ни тебя, ни других лохов, блин, вроде тебя. Ты боишься правды, баба? Правды? Да кто бы говорил насчёт правды. Ты мошенница, нахрен, наёбываешь людей, нахрен, и думаешь, что станет лучше, что ты тут... Слушай, ты наёбываешь людей, нахрен, ты мошенница обыкновенная, блять. Что тогда ложь, нахрен, скажи мне? Джина, я ничего никому не обещаю. Я честная баба, нахрен. А ты вот по сравнению со мной, конечно, это просто пиздец ё-моё, блять. А ты, нахрен, блять, я даю людям шанс и помогаю им исправиться. Это пугает тебя? Ну хорошо. Я остаюсь. Все любят, ээээ, веселье. Особенно, когда такое веселье, как ты тут на сцене. Да не похожи они внешне, ни хрена, блять. Надуманное сходство, блять. Ник. Чего ты пришёл сюда? Дойди домой, поздно, уже нахрен, блять. Всё заебись, нахрен, не волнуйся с тобой. Ну не надо, ёбаный пинь, со мной всё заебись будет. Я знаю, знаю. Ты добрый мужик. Слушай, почему бы нам с тобой, как бы, завтра не встретиться? Да-да, конечно. Ну вот я, как бы, завтра зайду к тебе и телевизор включу. Ну, может, ты слушаешь, да. Да-да, всё заебись будет, нахрен. Да-да, понятно. Джена? Круз. Братан, я думал, ты не придёшь сюда. Я же обещал. Ну, поздно уже это. Ник, в последнее время ты потерял веру в людей. Ну, как она? Да, в общем, неплохо. А-а-а, блять. Пиздец, она меня преследует, нахрен, нахрен. Кого там? Да, Джена там по ящику, она там кричит и говорит какие-то вещи странные. Ник, это невыносимо, блять. Мне плохо. Сегодня Лили Лайт, как бы, выступила перед аудиторией. Особое внимание заслуживает вот эта встреча, на которой присутствовал Си-Си Кеффа. Тебе интересует моё мнение? Да, Джили. Лили, конечно, охуенная баба, да? Все поверили в то, что она способна творить чудеса. А тебе нужно экспериментальное подтверждение? Нет, нет, доказательства налицо. Но, когда интеллигентный, остроумный человек облачается в белый костюм и ведёт себя крайне вежливо с людьми, которых ненавидит, то я готова признать, это чудо. Не всё так просто. Ну, камон, Мэйсон, расскажи мне правду. Как она обработала тебя? Ну, она же тебя развлекает... Довольно, Джулия, это не смешно. Это чудо, Мэйсон. На доле секунды я увидела прежнего Мэйсона. Надеюсь, ты не относишься как бы к этому серьёзно? Нет. Я знаю тебя, Джулия. В твоей жизни было много разочарований. Ты совершала отчаянные поступки. Готова ли ты стать на путь истинной? Пока не знаю. Итак, Мэйсон, что ты затеял, ёбта блянь? Ничего. Ты выставил меня полной дурой. Кто тебя надоумил? Встреча с Лили должна была встряхнуть твоё сознание. Ваше внешнее сходство почти пугающее. Вы две стороны одной медали. Вы как ночь и день. А на день? Я, естественно, ночь. Джина, тебе брошен вызов. Ты можешь стать похожей на Лили. Издеваешься? Перевратиться в неё, что ли? Да? Ну как, Джина? Надеюсь, у тебя показало весь спектр моих возможностей? Конечно. Я от скуки чуть ли не заснула тут. После таких собраний мне всегда очень хочется бухнуть. Я запрещаю тебе это. Да пошла ты, бля. Да пожалуйста. А, ну не надо, бля. Держись от меня подальше, мошенница. Падла. Как она похожа на Джина, пиздец просто. Да забудь об этом, ёпта. Простый. Да не надо ничего объяснять, нахрен. Эта баба, как бы, причинила тебе много горя. Я постараюсь сдерживать свои эмоции. Мне кажется, это просто элементарная, как бы, распущенность. Да не переживай, Сантана. Зачем припёрся, блядь? Ну мы с Крузом решили, как бы, расследование провести. И получены первые результаты. Факт подмены лекарств вот налицо. Я же говорила вам. Да, но у нас не было вещественных доказательств. Это рук Джина и Кейта. Мы постараемся доказать это. Круз расскажет все подробности тебе сейчас, ладно? Да. Спасибо, Никки. Покойной ночи. Гуднайт, Ник. Ты... Ты пришёл по его просьбе? Да нет. Я хотел тебе сказать, что мы продолжаем работать. Круз, я хочу отдать тебе... Одну вещь. Она хоронилась у меня несколько месяцев. Теперь я возвращаю её. Я считал, что кольцо украдено. Кёрк нашёл его в твоём доме. Он решил, что это подарок для Иден. Он отдал его мне. Я не знал, что с ним делать. Я тоже не знал. Не надо, Круз. Я уверен, что оно куплено для Иден. Сунтана. Нет, нет. Не надо ничего говорить. Возьми его. Спасибо. Круз, ты пытался мне помочь. Ты старался полюбить меня. Но что делать, что делать. Как говорится, не прикажешь любить кого-то. Я в порядке. Не спеспокойся. Что случилось? Она учила меня жить. Мэйсон, поедем домой. Я устала. Конечно. Мистер Кэпфол, большое спасибо за гостеприимство. Всегда к вашим услугам. Поехали. Эй, Мэйсон. Жаль, что это не ты подвернулся под руку. Ты разучился бы делать гадости для меня. Дай пройти джина. Что с тобой, Мэйсон? Злишься, что я поссорил тебя с Мэри? В следующий раз не будешь трахаться с женой отца. Вы, тварь, убери отсюда нахрен. Указываешь на дверь, Сиси? Ты приобрел массу милых привычек. Скоро ты будешь умолять меня остаться нахрен. Да. Станешь на колени и будешь умолять меня. Если будешь настойчив, я прощу тебя. О чем она тут говорит, блять, нахрен? Во-первых, она нажралась. Во-вторых, не в себе. Удручающее зрелище. Пойдем домой, обтабляй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Почему? Субтитры сделал DimaTorzok Все будет хорошо. Поверь. Что там? Что ты делаешь, блять? Ну соберись, тряпка, нахуй. Возвращайся к Лайнуну. Чё, охуела баба, нахуй. Ёптвою, ну как ты можешь так делать, блять? Охуела совсем, что ли, блять? Ты хочешь сказать, что у вас всё закончено с ним? Пойми, ну надо так сделать. Может быть, но я не ма... Я не могу понять, ну зачем ты это делаешь? Может, ты правду не хочешь рассказать? Я всё тебе рассказала. Всё будет хорошо. Не волнуйся, ёптвою, блять. Я же всё понимаю. Ну пойми, я люблю другого. Я люблю тебя. Я тоже. Почему ты меня так огорчаешь? Приветик, Джозеф. Заходи. Да, пиздец. Вы же меня, что ли, не замечаете? Я... Ну я не хочу с вами тусить. Непростая ситуация. Всё гораздо сложнее, чем ты думаешь. Жаль, что это красивая сказка. Ты замечательная баба. Пусть все верят в наш роман. Ни у кого не должно... Возникнуть никаких сомнений насчёт этого. Я была уверена, что принимала лекарства против аллергии. Поверь, я не подозревала. Сантана, ты вела себя очень странно. То смеялась, то плакала. Помоги мне найти улики против Кейта и Джины. Нет. Мне ничего неизвестно. Да не спеши с ответом. Постарайся что-нибудь вспомнить. Я же говорю, я ничего не понимаю. Как бы, ну, Джина и Кейт, я доберусь до неё со мной. Да, ну, я им отомщу за то, что они сделали со мной. Да ладно тебе, нахуй. Давай лучше подумаем, как сделать вместе, ёпта. Я, конечно... Ну, давай вместе законно всё сделаем. Нахрена отомстить хочешь им? Да забей ты, хрен на это. Я сделаю всё по полицейскому праву, ёпта. И всё заебенно, нахуй, по закону. Да, как же... Ну, а что ты делаешь, блядь? Нет же доказательств, нахрен. Надо что-то делать самым, нахрен. Ёбаный пень, блядь. Ну, я понимаю, да. Но я думаю, что ты не сможешь, как бы, что-то сделать, нахрен. Позволь мне всё сделать, ёпта. Ты ничего не понял, что ли, блядь? Я не хочу от тебя ничего. Ты хочешь, поними, нахрен. Я единственный, кто может тебе помочь, реально. Я хочу, чтобы позволила мне помочь тебе, блядь. Ну, пожалуйста, нахрен. Ну, вот и заебись, нахуй. Договорились, блядь. Чё за хуйня происходит, я даже не знаю, блядь. Полный пиздец на... Ну, пойми, нахрен, ну... Ну, Лайнол, ну давай, сделай что-нибудь. Она в аэропорт поехала с этим мужиком. Ну, она же уедет далеко. Подожди, я догоню её. Лайнол, давай, иди. Беги, мужик, ну... Пиздец, ебутся. Не, не, не хочу. Мне не очень сейчас. Неудивительно. Ты же нажралась, пиздец, бля. Нет, прекрати. Будет ещё хуже. Ну, чё ты, блядь, давай. Чё ты нажралась, нахуй? Я заведена до предела. Мне непонятно, что происходит с Мэйсоном. Это бабы, что ли? Она, возможно, баба его развела. А Мэйсон пробует, нахуй, вас накачать. Я интуитивно чувствую какой-то подвох. Всё подстроено. Она похожа на меня. Очень похожа. Кто-кто? Это заговор. Против меня затеяли игру какую-то. Да, блин, сколько ты можешь, нахрен? Хорош пиздеть, нахуй, блядь. Я ухожу. Подожди, Кейт. За дверью кто-то есть. Открывайте дверь, это полиция. Да. Джина, открывай, или, мэй, придётся в дверь взломать, нахуй. Открывай. Джина, мэй, открывай. О, Джина, ёпта, кажется, не вовремя. Нет-нет-нет, братан, не вставай, ёпта, я ненадолго, нахрен, блядь. Попрошу вас поторопиться, время посадки ограничено, туманно двигается на взлетную полосу. Августа! Я нашёл тебя. Лайнов, я улетаю. Нет. Ты взяла с собой мою фотографию, Джулия мне сказала. Я улетаю. Ты любишь меня по-прежнему. Ты же любишь меня. Да. Ты всё ещё дорог мне. Но больше всего на свете я хочу поскорее улететь отсюда. Это неправда. Ты любишь меня. Ах. Разве это непонятно, ёбаный пень, блядь. Тадо, не мешай мне. Дай мне уехать. Пожалуйста, уходи. Уходи. Угоу. Ты, я не могу просто так тебя отпустить, ёбта, блядь. Августа, нам поторопиться надо. Подожди, я догоню тебя, иди. Лайнов, ну, раз мы не могу же... Ну, пойми, ну, всё же понятно и так. Ну, ёбта, блядь, ну. Ну, не может же такого быть. Ну, может быть. Пойми, ну, у нас как бы великолепные отношения были, но сейчас с этим пришёл пиздец, но... Да что ты говоришь, блядь. Ну, пойми, я не хочу, как бы, чтоб всё забыто было. Я не могу всё-таки в это поверить. Как это может произойти, и как я могу забыть тебя нахрен? Ну, пойми, надо забыть тебе меня. Ну, ты плачешь. Зачем ты плачешь? Ну, чё ты, блядь, ты прозводишь меня? Я пойми, я уедаю от тебя к другому мужику. Ну, ну, ты должен понять это, ёбта. Я же тебе говорю, да нет, не могу понять это, нахрен. Я не верю тебе, блядь. Возвращайся ко мне. Ну, шо ты, блядь, нахрен. Ну, камон, ёбта. Августа... Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, слушай, ёбта, блядь. Вы оба нахуй такая парочка, блядь, нахуй. А я вот для вас сюрприз принёс, блядь, нахрен. Кастильо, у тебя есть ордер, нахуй? Это визит вежливости. Насколько я знаю, Джина как бы не рассылала приглашение. Комиссия служебных расстрелдований заинтересуется, что ты здесь делаешь, блядь. Кейт, в нужный момент ты можешь отдавить на комиссию, да? Зачем ты подставил Сантану? Выбрал беспроигрышный вариант? Ещё бы, кто поверит показаниям наркоманки? Плохие новости, сука. Джина подменила лекарство ей. В ночь, когда было сбито Иден, ты находился в машине с Сантаной. Очевидно, вы вступили в сговор, нахрен. Сговорились насчёт алиби. Я слышал эту песенку. Да, но без заключительного куплета. Я проведу тщательное расследование, нахрен, блядь. А затем, нахуй, накажу вас так, что пиздец будет, нахуй. Кстати, я нашёл несколько компрометирующих фактов. Как их? Интересно узнать. Придётся немного потерпеть. Интересно, кто из вас первый придёт ко мне, бля? Интрига развивается. Сейчас вы, наверняка, нахрен будете что-то шухерить, Джина. Ну, признайся, нахуй. Это уменьшит твой срок, блядь. Ну, сори, не строй иллюзии, Круз. Я чиста, как роса. Завидная преданность. Ты нарушил непрекосновенность женщины, братан. Приняйте мои искренние извинения. Но не заигрывайтесь, блядь. Ну вот, настал момент шухера, блядь. Да, блядь, но... Заебись всё, конечно, нахрен. Ну, заебись, у нас дома мы, всё классно. Я люблю тебя, Сиси. До свадьбы остались считанные недели. Длинные, томительные недели. Они пролетят незаметно. Келли будет на наше уменьшение? Я же пообещал. Времени осталось немного. Дорогуша, я выполню обещание. Мы должны опередить Кейта Тиммонса. Он не арестует Келя, я позабочусь об этом. Мэйсон, как у Лили устроилась там? Всё в порядке, спасибо. Она устала? Да нет, она обладает неограниченным запасом энергии. Интересно, неужели она настолько фанатична? Ты удивлён, Батон, что ли? Да, странно, что у неё нет никаких сомнений безумно следовать за кем-то. Отец, с тобой тяжело спорить, ты на редкость предан своим принципам, как бы, ну там и всё такое нахрен, ну вот так вот. Сорян, конечно, но я устал и хочу поспать, можешь не извиняться Мэйсон. Мэйсон, я не хочу долго говорить с вами, Лили предупреждала об опасности искушения в момент общения с бывшими друзьями. Бывшими? Кажется, мы одна семья, Мэйсон. Я член великой семьи, которую создала Лили. Мэйсон, ну ты употребляешь её имя через слово, она принимает за тебя решение, да? Батон, ты почувствовал угрозу, да? Раньше мы подчинялись твоей диктаторской воле. Твой отец очень изменился, в самом деле. Извините, но я не хочу спорить. Я тоже предлагаю хорошо поспать и обо всём поговорить утром, хорошо? О, Мэйсон, если Лили что-нибудь понадобится, то пусть она позвонит горничной. Всё в порядке, у неё скромные запросы. Отлично. Ну тогда, говорят, Вера и горы может сдвинуть. Попроси свою подругу переставить мебель с помощью Веры. Это была шутка, Мэйсон. Всего лишь шутка. Гуднайт. Гуднайт. Шутка ему не понравилась. Ну, разумеется. Он уважает Лилишку. Меня настораживает это повиновение. Она не причинит Мэйсону зла. Надеюсь. Может, я излишне подозрителен, но мне кажется, что Мэйсон что-то затеял. Например? Ну, сложно сказать. Вряд ли он доверяет этой женщине, которая как две капли воды похожа на Джину. Пойдём спать. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наебщицу нахрен